Музыка Сутки выборов позади. Работа участковых избирательных комиссий началась задолго до открытия голосования. Все соблюдено по закону, подготовились, стараемся и хотим провести очень качественно выборы. У нас установлены две камеры видеонаблюдения, идет прямая трансляция в интернет и идет видеозапись. Мы проверяем оборудование на работоспособность каждые полчаса. Восемь часов по Киеву все участки открылись. Всего в списках в Керчи и Ленинском районе 140 тысяч 485 избирателей. 4878 человек должны проголосовать на дому. Впереди сложный день и сложная ночь. Представляем хронологию событий. В 10 часов на избирательных участках города уже говорили о явке избирателей. В настоящий момент, как вы видите, наблюдается достаточно высокая активность избирателей. Однако, следует заметить, что среди избирателей большинство это люди пожилого возраста. К сожалению, молодежи очень-очень мало. На данный момент сколько человек уже успело проголосовать? Ну, с точностью сказать не могу, но около ста. Из 1076 в списках проголосовал около ста. То есть где-то одна десятая за два часа работы. То есть как бы я считаю, что это высокая активность. Народные наблюдатели, представители политических сил, участвующих в выборах, на этот час о нарушениях не свидетельствовали. Я наблюдатель от Батькевшины. Выборы проходят нормально, нарушений не наблюдается. Комиссия вовремя провела с нами работу по подсчету. Всем открыли сейф, нормально все. Городской глава Олега Сачи прибыл на избирательный участок номер 010-868 к 10 часам. Пройдя процедуру регистрации, первый руководитель города воспользовался правом тайного голосования. Опустив заполненные бюллетени в урну для голосования, глава города подчеркнул. Я сегодня проголосовал за наше будущее, за будущее наших детей. Сегодня у нас бессонная ночь и целый день. И утром мы поедем в Симферополь, будем вести протоколы голосований. Так что работы очень много сегодня не только у меня, но и у моих помощников, заместителей, тех людей, которые, по сути дела, на протяжении последних трех месяцев занимались предвыборной кампанией. Я уже обращался, еще раз обращаюсь к Керчанам, придите на избирательные участки. Это прежде всего. Но, естественно, отдайте свой голос за ту партию, за того кандидата, который вам по душе. С начала выборов прошло три часа. Участки переполнены людьми. Кто-то только успел зайти, остальные регистрируются или, выполнив свой гражданский долг, расходятся по домам. Ситуация на участках оценивается по-разному, но все требования по охране и наблюдению за процессом голосования соблюдены на высшем уровне. На отметке 10 часов на избирательном участке улицы Первой Пятилетки уже проголосовало 160 человек. Подсчет избирателей проводят с интервалом в два часа. Возрастная категория людей весьма разнообразна, хотя с утра пришло больше пожилых людей, им не терпится отдать свой голос. Однако до выполнения плана голосования еще далеко. Всего на участке по спискам избирателей 1898. 44 человека на дому голосуют у нас. На участке присутствовали наблюдатели от политических партий. Избирательный округ открылся, как положено, в 8 часов. Мною не замечено ни нарушений, проблем, вопросов каких-то так, посторонних нет. Все прозрачно, все легитимно. У проголосовавших людей были разные мотивации отдавать голос той или иной политической силе. На что надеются керчане? На лучшее будущее светлое. Все хорошее, чтобы не было у нас, как всегда. Обещают, обещают, а потом ничего не исполняют. Поскольку пенсионеры больше, чтобы пенсии прибавили и всякое такое еще. Ну, конечно, вообще, чтобы в жизни улучшилось в стране. И рабочие места были, и молодежь бы работала, а то же есть, что и без работы остаются. И вообще, чтобы жизнь налаживалась. Конечно, чтобы у нас регион возродился, промышленность, и курортные, и все. За все это, а что ж, за хорошую жизнь, в общем, за все хорошее. В Керчи работает шесть специальных избирательных участков. Один из них – вторая больница. Такая традиция существует много лет. Многим больным не нужно никуда ехать. Проголосовать можно сразу на месте. Избирателей у нас 185 человек. Проголосовало на сей момент 85 человек. И на местах голосуют 25 человек, должны проголосовать уже через 5-6 минут. Возраст у нас больных немолодой. Один молодой человек только 20 лет был. В глазном отделении лежит. Остальные от 40 и до 90 лет. Голосуют хорошо, очень активно. Мы довольны ими. Для больных, которые не могут встать со своих коек, группа членов комиссии делала индивидуальный обход. Мы сейчас только что были в кардиологии, были в глазном отделении, были в неврологии и посещали ревматологию. Все, кто написал заявление, практически все проголосовали. Было несколько человек, которые не взяли паспорта. Естественно, мы без паспорта. Они говорили, что они поднесут паспорта. Медработники, все медсестры, которые были, дежурили на данный момент, нам очень помогли. Все, в принципе, прошло гладко, спокойно. Никто не жалуется пока. Делая выбор, избиратели размышляют о будущем страны и голосуют, как всегда, с надеждой. За бесплатное лечение, за бесплатную учебу, за то, чтобы были рабочие места, за то, чтобы наша молодежь работала и радовалась жизни. Каков будет поворот событий, покажет время. Остается ждать. Для тех, кто не мог прийти на избирательный участок, было организовано голосование на ДОМУ. Елизавета Алексеевна Чумакова на ДОМУ голосует уже второй раз. Сегодня она ждала членов комиссии с самого утра. Я сидела, сидела, окна смотрела, смотрела, что кто-то придет. С надеждой голосуете? С надеждой. На что надеетесь? За что голосуете? Ну, на что? Я не знаю, что давали пенсию раз, и все. Добавили пенсию? Мы-то сейчас на пенсии. Ну и все. А о чем можно думать и отдать? А когда будет пенсия, и будет все. Луиза Ивановна Селезнева уже привычно встречает членов комиссии. Для нее выборы проходят дома уже в пятый раз. Но также ответственно и трепетно она относится к своему гражданскому долгу. Я считаю, что каждый человек должен проголосовать, за кого он желает, чтобы его не вычеркнули. За свое будущее, чтобы детям было хорошо жить, чтобы понизились цены, чтобы не повышали цены на квартплату, самое главное. Ну, а больше что? Чтобы были садики детей, куда водить, школы. Всего в Керчи на дому голосуют немногие меньше пяти тысяч избирателей. Всего же в избирательном округе номер пять – около 140 с половиной тысяч избирателей. Ход голосования в Керчи помимо наблюдателей от политических сил контролируют международные наблюдатели. Посетившие Керчь с этой миссией представители Израиля в день выборов встретились с керченскими журналистами. Первое впечатление у нас просто привело глубокое впечатление, что все организовано очень-очень хорошо, очень здорово. То, что контейнеры для бюллетеней, они открыты, прозрачные. Такое ощущение, что выборы действительно проходят справедливо и прозрачно. Единственная проблема, я ее отметил в тот раз, когда был, и в этот раз то же самое. Мне кажется, большая проблема, что нет компьютерного обеспечения. Что приходится вручную такому количеству людей, и вот эти все, вот эти буковки, все заниматься этим, несмотря на то, что люди действительно специалисты, умеют это делать и много раз это делают. Потому что то, что им приходится заниматься сегодня в наше время без компьютеров, это немножко, мне кажется, очень сложно и, наверное, стоит это обратить внимание и изменить. У нас впечатление от Керчи, вообще от города, мне кажется, это самое лучшее место на Крымском полуострове. То, что мы увидели по сравнению со старыми городами. Вот, мы от вас в восторге, и мне кажется, все очень здорово. Должен вам сказать, что выборы в Керчи организованы на очень высоком уровне. Реально, очень приятная обстановка на избирательных участках. Люди спокойно получают бюллетени, спокойно голосуют, нет никакого напряжения, все совершенно открыто. Очень доброжелательно, очень доброжелательно. Вот эта атмосфера прозрачности и доброжелательности, она прямо чувствуется, когда ты заходишь на избирательный участок, а проехали мы, ну, по меньшей мере, 10 участков. Вот, ну, я могу сказать так, что если бы даже мы поставили себе целью найти какие-то недостатки, вот за те участки, которые мы проехали, мы бы их не нашли. Даже если бы очень хотели. Даже если бы очень хотели. Приятная неожиданность, что люди, которые ведут регистрацию, представители партии. Это, в общем-то, точно так же, как у нас в Израиле. То есть, вот это принцип, что это не наемные работники, не государственные служащие, а это именно представители партии, это обеспечивает, по нашему мнению, демократичность проведения выборов. На двух участках мы видели наблюдателей от партии, которые внимательно, тихо, спокойно, без всякой аффектации ведут наблюдение за процессом выборов. И на меня, откровенно вам скажу, так как я профессионально этим занимаюсь, произвела компьютерная система наблюдения за ходом избирательного процесса. Съемка имеется в виду? Потому что у нас в Израиле этого пока нет. Анализируя выборы в Керчи, делясь впечатлениями об увиденном, международные наблюдатели удовлетворили интерес журналистов, рассказав о схеме избирательного процесса в Израиле. У нас с партией, во-первых, у нас нет мажоритарной системы. То есть, у нас только голосуют за списки партийные. И каждая партия имеет свой буквенный код. И вот эти вот бюллетени лежат в картотеке на урне. Человек берет бюллетень соответствующей партии, вкладывает в конверт. То есть, он проще, потому что нет мажоритарной системы, нет фамилии людей, есть только символы партии. А вообще пришел на выборы, и в компьютере по номеру паспорта высвечиваются все его данные, и это очень просто. Второй раз прийти уже невозможно, потому что компьютер его просто выбросил. Да, все партии получают, у нас это не секрет, все партии, идущие на выборы, из Министерства внутренних дел, это то, которое информационно обеспечивает выборы, получают все списки избирателей по стране, по каждому городу отдельно. Где он голосует, с его адресом и так далее, это не секретная информация. Председатели участковых избирательных комиссий в течение дня голосования отмечали активность избирателей. По их словам, наибольший поток людей наблюдался утром. К середине дня наметилось затишье. Однако после обеда на участках вновь стало оживленнее. Это отметила и председатель участковой избирательной комиссии в селе Октябрьском. На это время у нас проголосовало 394 человека из 1027 человек. Это где-то 39%. Но я считаю, что это нормально. Сказать, что повышенная активность, нельзя еще так сказать. Но надеемся, что еще люди к концу дня подойдут. Мы видим, что люди подходят после работы, после рынка. Сегодня воскресенье. Освобождаются и приходят сюда на голосование. Замечания со стороны наблюдателей. У нас много наблюдателей сегодня. Замечаний никаких нет. Комиссия работает уверенно, в таком рабочем темпе. Все нормально у нас на участке. Люди приходят все с хорошим настроением. Никаких нарушений с их стороны нет. Нарушений со стороны комиссии тоже нет. То есть работаем, как обычно, в нормальном рабочем режиме. По закону, люди, которые нуждаются в голосовании на дому, нужно необходимо обязательно сейчас приложить справку о состоянии здоровья. Но некоторые люди не в состоянии поехать в больницу, взять эту справку. Поэтому даже больные со своими родными, под ручку, очень трудные, но приходят на участок и отдают свой голос. Посещали ли ваш участок международные наблюдатели? Международные наблюдатели, да, были из Канады. Были они у нас в пятницу, по-моему, или в четверг. Да, приезжали. Приезжали, беседовали, им понравилось у нас. Поговорили, узнали, обменялись мнениями, впечатлениями. И уехали довольные, да, все хорошо. Наблюдатели положительно оценили избирательный процесс, не выявив нарушений. Задача наша состоит в том, чтобы нормально проследить, отследить, как проходит голосование, нет ли нарушений на этом, проходит рамка закона. Все нормально, пока хорошо, еще нарушений не было. Надеемся, что все пройдет хорошо. Замечаний нет. И дальнейшее продвижение выборов, я думаю, будет таким же. 28 октября проходят выборы в парламент Украины. Мы следим за ходом голосования в Керчи. По данным окружной избирательной комиссии, к 17 часам в Керчи проголосовало 46 039 избирателей. Это 40%. В Ленинском сельском районе 10 622. В 20 часов избирательные участки закрываются для подсчета голосов. За ходом избирательного процесса следят тысячи наблюдателей, заинтересованных только в одном, чтобы выборы прошли честно, демократично, прозрачно. Ситуация в Керчи относительно спокойная, отмечают наблюдатели и члены комиссий, представители служб правопорядка. Однако без эксцессов все же не обошлось. На нашей территории избирательного участка произошел конфликт. Водители, добровольно подвозившие людей, были блокированы машиной из Киева с черными номерами. Далее машина под номером пятерка перекрывала дорогу, угрожали пробить колеса, угрожали взорвать дома, угрожали насилием и абсолютно не давали людям подъезд. Транспортное средство, блокировавшее подъезд, мешало доступу на участки не только автомобилям, но и пожилым гражданам. На участке 010 861 произошла также еще одна конфликтная ситуация. На сей раз, считают в комиссии, это была попытка спекулировать на требованиях честности и прозрачности. В 12.30 к нам приехал представитель, внештатный корреспондент газеты «Удар» и устроил нам тут небольшие, так сказать, неприятности. Затем приезжал юрист штаба «Удар» и признал его действия тоже как неправомочные. Он оказывал грубое воздействие на членов комиссии и вел себя некорректно. И явился на избирательный участок с ленточкой, где были знаки удара, то есть агитационной лентой. У него претензии были к списку избирателей, где карандашом делались пометки для росписи из членов избирателей. В грубой форме выражался, чтобы эти пометки больше не делали, предъявляли, высказывал требования к другим членам комиссии, чтобы тоже показали ему списки. В общем, создал конфликтную ситуацию, несмотря на то, что в помещении находились избиратели. То есть вел по отношению к членам комиссии и к избирателям себя некорректно. Создал конфликтную ситуацию, которая могла бы повести к себе тем же неприятностям, как вынособилютенем и так далее. То есть привлек внимание на себя, что могло и создать вот такую ситуацию. В то же время сами граждане уверяют, требования честности и демократичности выборов соблюдались. Небольшой частный случай. У меня сын уехал, я попросила проголосовать за него. И паспорт взял, но мне не разрешили, потому что он уехал там по делам. Все жалобы по закону должны быть рассмотрены на заседании окружной избирательной комиссии. До закрытия участка номер 110-869 считанные минуты. По закону за 5 минут до конца голосования гражданам дают последнюю возможность для воли изъявления и приглашают всех, кто находится рядом и не успел проголосовать, воспользоваться своим законным правом. В 8 вечера участок закрывается. Сначала сверяют списки проголосовавших с количеством бюллетеней. Эта процедура длится несколько часов. Только после того, как точные данные получены, начинается непосредственно подсчет голосов. Бюллетени пересчитывают и группируют. Коммунисты, регионы, регионы, Ляшко. В это время в окружкоме начинается заседание комиссии. После процедурных моментов приступают к погашению лишних бюллетеней. Есть предложение вручить члену комиссии Кожановой и Кеменко погасить неиспользованные бюллетени. Далее сложная и по-своему кропотливая работа. Усталость не помеха, главная точность. Даже один голос в масштабах страны может оказать влияние. На участке 110-869 приходится пересчитывать бюллетени второй раз. Не сошлась всего одна цифра. И 850 голосов пересчитывают заново. Я считаю по-честному все. Ну вот сейчас второй раз идет из-за одного бюллетеня. Вот сейчас второй раз подсчитывается. Но все нормально, все по-честному. Ничего нету там такого, чтобы ошибок никаких не будет. Как настроение? Отлично. Немножко, конечно, подустали. Ну, все будет нормально. Как настроение у комиссии? Комиссии боевое. Спать все хотят, но боевое. Во сколько вы сегодня проснулись у нее уже вчера? В полчетвертого. Полчетвертого. А легла в час. Несмотря на усталость, на участке никакой нервозности. Все заняты своей ответственной работой. Хорошо подходит, все вовремя, все четко выполняется, согласно закона о выборах в Украине нашей. Уже полночь какому времени ориентировочно закончится подсчет? Ну, вы знаете, где-то мы так приблизительно, ну, где-то к часу ночи мы, наверное, закончим все это. Уже все результаты налицо. Все есть. Расскажите. Все сошлось у нас по корешкам, по спискам и по бюллетеням. Все сошлось. Все нормально. Вот. У нас победила Валентина Ивановна Людикова с большим перевесом. По партиям победила партия регионов. Сколько человек проголосовало на участке? 855. На часах чуть больше десяти город медленно погружается. Сон. Впереди понедельник, рабочая неделя. Но в масштабах страны эта ночь самая беспокойная в году. Сотни кандидатов в депутаты, в окружкомах, в штабах, за работой. Дорог голос каждого избирателя. Борьба не прекращается. Даже тогда, когда волеизъявление народа подошло к концу. Момента истины при этом не ждут. Его отвоевывают. В избиркомах нынче тоже жарко. Люди спешат посчитать голоса избирателей. На Свердлова-6 в окружком должны привести протоколы 104 избирательных комиссий. Первыми переезжают спецучастки. Тут меньше всего избирателей. Легче сосчитать и подвести итог. Открывают марафон заседания окружкома протокола участка 010-899. Он расположен в первой городской больнице. Проголосовали здесь чуть более 100 человек. 53 за регионы оглашают результаты председателя кружкома. 24 за коммунистов. На третьем месте бьют. Нарушений не было. Стрелки часов бегут. Картина голосования все ясней. Одним за одним члены комиссии привозят ящики с протоколами. На душе облегчение. У этих людей был очень длинный день. Вы знаете, если рассказывать о работе, проделанной сегодня, наверное, не хватит и суток. Сегодня был очень трудный день. Было, как бы, с утра наблюдалась высокая явка избирателей. Но к вечеру она значительно понизилась. Явка составила где-то процентов 43-44. Мы надеялись, конечно, на большее. Но все как бы благополучно посчитали. Не было никаких происшествий. Нас охраняла и милиция, и МЧС. Было все тихо, спокойно. Как бы, все хорошо. Надеемся, сейчас хорошо сдаться. Работа сегодня была очень трудная. Избиратели на нашем участке, к великому сожалению, уже в большом возрасте. Поэтому передвигались, продвигались они очень медленно. Явка на участок была 54%. Но хотелось бы, чтобы явка была лучше. Работа проделана очень большая. Это кропотливый труд, который был проделан сегодня. Но работа выполнена. У нас, я надеюсь, что все избиратели, которые пришли на наш участок, остались довольны. К каждому было оказано внимание. И все, что могла комиссия по поводу организации сегодняшнего дня, все задачи выполнены. Участок 010-897 находится в небольшом поселке на окраине Керчи, поселок Героевская. Проживает, если взять общее количество вместе с детьми до 18 лет, где-то порядка 380 человек голосовал. Голосующего населения 318 человек. Расскажите о работе, проделанной за сегодня людьми. Сегодня устали, очень устали. Но результатами довольны. Протоколы, цифра совпала. Люди поработали добросовестно. Я считаю, что сработали удачно. Для большинства членов избиркомов эти выборы не первые. Несмотря на то, что избирательный процесс практически всегда сопровождается инновациями, приспособились хоть и не без сложностей, но оперативно. Эта работа очень непростая. В настоящее время под каждые выборы государство издает законы свои. И мы не можем привыкнуть к этому закону. Особенно эти выборы очень сложно удаются нам, потому что новинок, которые раньше не было. Ну, делать надо. Делаем. Поэтому, ну, надеемся, что в стране когда-то будет единый закон. Однажды издаст его и будем пользоваться долго-долго. И мы его хорошо изучим и будем знать. А сейчас просто не успеваем. Вот. Поэтому, ну, закон есть закон, его надо выполнять. Новинки с этими связаны, там, списки двойниками. Раньше двойников просто мы выбрасывали, а сейчас, оказывается, можно. Там утром объявляет список двойников, а после беда, оказывается, можно этих ребят вызвать. Они должны какое-то заявление убрать из них или выяснить, он написал или нет. Заново третье заявление пишет. Вот. Ну, он пишет или нет, мы не можем выяснить. Когда исследуешь, смотришь, три заявления, все три почерва разные, подписи разные. И вот мы и доходим до суда эти дела. Ну, а где ты его установишь, какой следователь может установить, кто написал. Правильно? И вот из трех заявлений, одно заявление признает мой почерк, моя подпись, а вдруг она не знает. В общем, подобное многое. Ну, что говорить, политика есть политика. Политика – это сплошная грязь, если честно вам сказать. Эти выборы сопровождает ажиотаж, утверждают бывалые члены окружкома. Еще лет 20 о таком и не думали. Тогда было проще. А сейчас, видите, конкуренция большая. Люди рвутся к этой власти. А мы тогда совершенно другие были люди. Мы старались для государства делать, чтобы людям было хорошо. Тем не менее, приемка протоколов и свидетельства председателей избиркомов говорят о том, что нарушений в ходе процесса было немного. Вся ситуация на участке проходила очень спокойно, выборы прошли спокойно. Никаких особых инцидентов не было. Людям была предоставлена хорошая возможность выразить свою волеизъявление. Ну, трудно было потом считать бюллетени, потому что очень большая работа, очень много, люди уже устают. Ну, а так, в принципе, все прошло нормально у нас на участке. А где участок ваш расположен? В 17-й школе. Конфликтных не было. Вы знаете, у нас достаточно все гладко и спокойно прошло на участке. А вообще какие-то сложные ситуации были? Были зафиксированы нарушения? Нет, на нашем участке нет. Нам, наверное, повезло. А явка какая? Явка у нас 100%, сейчас, простите, 50%. 50%. У нас проголосовало ровно 50% голосующих. Участок большой? Да, 2333. Да, один из больших участков. До того было все спокойно, несмотря на трудный участок, где находятся люди нервно больные, психические, все. Прошло очень замечательно. Тем, что никаких сюрпризов. Во-первых, подготовленные люди были там, имеется в виду, председатель комиссии, очень добросовестный, заместитель, секретарь. И сами, я хочу подчеркнуть, больные, понимаете, вот раньше я там когда был, они там могли голосовать за кого угодно. Этот раз было как подготовлено, вроде, понимаете, сознательно люди шли на выборы и делали свой выбор. Встали за сегодня? Ну, да, есть немножко. Ну, с чистой совестью работу сдаёте? Хороший у нас, хороший участок и голосование прошло спокойно, нормально, всё нормально. У нас там больные люди, но несмотря на это у нас всё очень хорошо прошло. Тихо спокойно, организовано. Нарушений у нас на участке никаких не было, никаких ни скарг, ни заявок, ничего. Уставшие люди с чистой совестью идут сдавать протоколы, выборы проходят под контролем милиции. От комментариев служители порядка отказываются. Об итогах говорить рано, надо ещё продержаться до утра. Нагрузка на сей раз очень большая, люди выполняют колоссальный труд. Но если избирком отправляется отдыхать, у окружной комиссии работы ещё на день. Два часа ночи не обработано даже половины результатов. Тем не менее, предварительные итоги ясны. Больше всего голосов набрала партия регионов, на втором месте партия коммунистов, на третьем месте, по-моему, удар, ну и дальше там понемногу голоса распределились. А среди, по одномандатному округу, больше всего голосов набрала Лютикова, на втором месте Желтенко, на третьем месте Сагайдак, ну и так далее, там уже. Явка 49 процентов. По сравнению с предыдущими выборами явка намного меньше. Вы думаете, с чем это сомневается? 78-79 процентов явки. В этом году люди просто не хотят идти голосовать. Были какие-то происшествия, нарушения? У нас было очень спокойно на участке. Участок, дело в том, что все друг друга в лицо знают, как бы, поэтому было очень тихо, спокойно на участке. Сейчас, по предварительным посчетам, мы уже уверены, что мы у нас будут депутатом. Я хоть коммунист, но реально смотреть, получается, от партии регионов депутат будет. И партия регионов выигрывает. Ну, от этой, так сказать, правда, никуда не денется. Это реально сегодня. Правящие силы. Мы обработали из 103 участковых избирательных комиссий, обработаны протоколы 45 избирательных комиссий. То есть 43,7 процента. Расскажите, в каком режиме сегодня работает окружком? Были ли какие-то сложности? Окружная избирательная комиссия работает в режиме непрерывного заседания. Принимаем протоколы. Явка в городе составила 49,39 процента от числа избирателей. Из числа 45 обработанных, данных по 45 участкам, партия регионов получила 51,9 процента, коммунистическая партия 26,16 процента, бют 7,25, удар 6,46 процента. Каким образом распределились в рейтинговой таблице кандидаты в мажоритарщики? Кандидаты в народные депутаты. Я опять повторяюсь о том, что из 45 участков, которые обработаны, у Лютиковой Валентины Ивановны 41,25 процента, у Желтенко Ивана Николаевича 20,32 процента, у Сагайдака Ильи Вадимовича 14,7 процента, и у Стебловского Николая Михайловича 6,21 процента. Ну это в основном, кого выше 5 процента.